В 1991 году перестал существовать Советский Союз. Многие республики, ранее входившие в состав Верховного Совета, объявили о своей независимости. Грузия, Азербайджан, Молдавия, Армения стали отдельными государствами. Все эти события послужили своеобразным катализатором напряженной политической обстановки в Чеченской Республике, итог которых Первая Чеченская война 1994 года. Среди 70 тысяч солдат и офицеров, участвовавших в этой кампании, были и наши земляки, бойцы Магаданского СОБРа, которые отправились в зону конфликта. Специальный отряд быстрого реагирования в столице Колымы организован в марте 1993 года. Тогда его главными функциями были участие в спецоперациях по захвату и ликвидации незаконных вооруженных формирований и освобождении захваченных заложников. В том же 1993 году отряд СОБР Магадана регулярно выезжал с служебной командировки на территорию Северного Кавказа. В 1994 бойцы Магаданского подразделения, работая в сводном отряде, выводили с чеченской территории боевых действий солдат и гражданское население. Возглавлял отряд Константин Петрович Сайчук. На тот момент начальник первого боевого отделения СОБР. После первой командировки вы вернулись в Магадан? Да, да, в Магадан вернулись. Сколько времени прошло между первой и второй командировкой? В 1996 году, уже летом, мы отправились снова в новую командировку. Уже летом, в 1996 год. Следующая командировка. Задачи как-то изменились на тот момент? Да, изменились. Уже тогда мы не сопровождали колонн. Тогда мы выполняли вопросы по зачистке отдельных населенных пунктов, по выполнению определенных, опять же, специфических задач. Потому что задачи СОБР совсем-таки специфические для распространения, выявления, задержания. Такие серьезные задачи были. Одна из серьезных задач, которую мы в 1996 году выполнили, была возложена на наше подразделение. Это сопровождение Яндорбиева. Тогда руководитель Эчкерии, он был приглашен нашим руководством Российской Федерации на переговоры к Борису Николаевичу Ельцину. Вот мы его сопровождали. Зелимхан Яндорбиев. С апреля 1996 года по февраль 1997 исполняющий обязанности президента Чеченской республики. В мае 1996 года возглавлял делегацию на переговорах в Москве. В результате переговоров было подписано соглашение о прекращении боевых действий в Чечне с 1 июня 1997 года. Мы его встретили в Веденском ущелье. И через всю Чечню и Эчкерию мы вели его до Ингушетии. Заранее он сел на самолет и улетел туда. Но операция была очень сложная, очень сложная морально. Почему? Обстановка была такая напряженная. Поэтому говорю, что здесь нема. Не только надо уметь владеть оружием, хорошо стрелять, рукопашный бой. Боец собран должен быть очень сильно морально подготовлен, чтобы выдержать это психологическое давление, накал. Когда мы ехали, уже возвращались назад. Когда было принято решение о подписании мирного договора, перемирия или мира. И в каждом поселке они останавливались, объявляли о принятом решении. Естественно, это выливалось в такой, знаете, у них праздник. Естественно, с какой-то стрельбой. И мы, помню, по-моему, это в Рус-Мартан. Мы прибыли в Рус-Мартан. Рус-Мартан. Город в Чеченской республике. Административный центр Рус-Мартановского района, в составе которого представляет собой единственный населенный пункт. На момент подписания мирного договора в середине 1997-го город находился под контролем сторонников правительства Эчкерии. По ходу движения получилось так, что вливались в колонну новые машины с чеченцами. Там боевики, не боевики, непонятно было, но все были с оружием. И получалось, что наша машина все дальше и дальше отделялась от головной машины, которую мы сопровождали. Обычно бойцов СОБРа в плен не брали, потому что такая определенная каста, офицеры. И понимая это, что живыми мы не сдадимся, мы обвязали гранаты тротиловыми шашками и были готовы для решения любого вопроса, в смысле подорвать себя. Такая морально-психологическая постановка была очень серьезная. И мы остановились вот в Русмартане, вышли из машины, стоим и спереди колонны пошла стрельба. Вот стрельба катится, стрельба очень сильная. И мы думали, ну вот все, действительно, сейчас какое-то началось боестолкновение, думаю, какой-то контакт начали. А не видим никого, врага-то нету, в смысле там стрельба катится, катится на нас. Мы уже приготовились, привели оружие к боевую готовность. И вот если бы кто-то не выдержал, если бы кто-то не выдержал, была бы действительно серьезный конфликт, серьезные проблемы были. А это просто они выражали свою радость, что подписан этот мирный договор, что война может закончиться. И они стреляли вверх, и звук катился, катился все ближе. И когда он к нам подкатился, мы поняли, что это просто радость их. А если бы мы не выдержали, то выдержка, моральная подготовка психологическая помогла нам выдержать все это, достойно выйти из этой ситуации. Вы сказали, что в стрельком командировку была задача также зачистка населенных пунктов. Ну, просто давайте проясним, что это значит. Населенные пункты отрабатывали войска, они выбивали основного противника. А наша задача была зачистить, найти оставшихся боевиков, обезвредить какие-то мины, ловушки, еще остальное. Ну, вывести мирное население. Потому что войска откатывались, а мы уже исполняли функции МВД, смотрим, там, вот так, в этих поселках. Какие вообще были отношения у гражданского населения именно с русскими военными? Зелимхан Яндоробиев, насколько я знал, он был тогда временно исполняющим обязанность президента Ичкелии и лидером серпоратистов еще до этого. Просто я знаю, что были чеченские граждане, которые были против этой войны. Вот вы встречали много, было ли много таких или наоборот как-то мало? Очень много мы встречали. И приветствовали нас, и махали, ну, по крайней мере, со стороны, да, было, что они радуются. И так мы работали очень с многими бывшими сотрудниками МВД, которые выделялись нам в помощь гражданской населении. Ну, хорошо, ну, очень много тех, которые были настроены очень хорошо. Мы также общались с ними, то есть они также высказывали, что мы не хотим от Ивана. Да, да. Ну, как правило, все такие встречи скоротечные, знаете, надолго останавливаться нельзя. И мы быстрее, быстрее. Ну, когда были такие моменты, то, да, чувствовалось и желание, в смысле, чтобы это все закончилось. И у них желание, что они не хотят этой войны, и понимают, кто ее там развязал, и все остальное, и почему. Да, обидно было и жалко очень сильно наше население, особенно тогда, когда мы, например, передвигались в колоннах или на БТРах, когда видели этих катящих женщин с коляски, тащили старики эти сумки, чемоданы, ну, было жутковато. Жутковато, что мы не можем им чем-то помочь, остановиться, перетащить. Было очень тяжело. Морально в этом тоже плане очень было тяжело. Где-то обида была, где-то такое. В этом плане было очень тяжело. Ну, тех, кто хотели мира, в чеченцах было их тоже очень много. Можно сказать, что, например, больше или количеством? Думаю, что больше. Думаю, что больше. А можешь сказать, что в личном отношении, например, ну, к этому конфликту, я не знаю, может, должно быть так или иначе? Очень сложно давать оценку, потому что все войны разводят политики, а мирное население и солдаты – это практически заложники всех этих решений. Ну, как можно относиться к войне? Только отрицательно, но есть приказ, выполнение задачи, все остальное. Вторая командировка закончилась когда? Был подписан мирный договор, и после этого мы вернулись, ну, где-то, по-моему, июнь, июль. Не доводилось с интервью пообщаться лично, например, когда его сопровожили? Мы только видели его со стороны, да. Мы его видели со стороны, видели его, кто сопровождал. Такие фамилии таких боевиков, они очень часто звучали в новостях. Мы их видели в лицо, да. А какое впечатление он производил, например, ну, допустим, Джахар Тудайф – определенно враг, да? А это как бы человек, который, ну, настроен на мирные переговоры. Глядя со стороны на человека, какое впечатление он производил? Мужчина, чеченская национальность, кажется, в папахе, ну, посоги, статные. Что можно сказать со стороны? Ну, может, действительно, хотел мира, может, действительно, решил. А так? Насколько я знаю, просто потом еще, когда мирный договор были подписаны, еще неоднократно нарушались они, насколько я знаю? Очень часто, очень часто. Да, и знаем, в смысле, потом, опять же, по сообщениям, и по переписке, и по звонкам. Ну, общались же с ребятами, что, и понимали, что при таком решении это так не закончится. Ну, что и подтвердилось, что вылилось во вторую чеченскую кампанию, очень серьезную. Опять же, пришлось снова же по новой нашим войскам, бойцам СОБРов, ОМОНам, в смысле, все решать снова те же самые задачи, которые решались до этого. А после второй командировки вы сразу же вернулись в Магаган, да? Да, да. А какие были ощущения после вообще, ну, вот после, допустим, прийти в мирную жизнь после войны? Обиды. Обида. Обида в том смысле, что, ну, знаете, как незавершенное дело. Мы понимали в том смысле, что это так просто не закончится, что оно и так и подтвердилось. Мы с братишкой глядим по сторонам, мы должны колонну довезти до дому, в ней ребята наши едут по домам. СОБР здесь повоевал достойно. Ну, а завтра вернемся мы в родимый дом, и обнимем своих жен и поцелуем. Это завтра, сегодня мы колонну доведем. Но если будет надо повоюем, ведь мы глаза и уши смотрим и слушаем. Огнем, братишка, прикрой меня довезти до дома. Мы должны колонну, не подведи родимая броня. Довезти до дома мы должны колонну, не подведи родимая броня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова